ОМ-ТВ – независимый канал в YouTube. Ваши просмотры, лайки, комментарии, репосты и рекомендации подписаться – вклад в создание новых сюжетов. В составе группы войск Вооруженных сил Российской Федерации, которая в 2014 году вела боевые действия в Луганской области, кроме подразделений 200-й отдельной мотострелковой бригады, от Северного флота задействовали части 61-й отдельной бригады морской пехоты, войсковая часть номер 38-643, пункт постоянной дислокации, поселок Спутник, Печенгский район, Мурманская область. В данном материале, подготовленном военным аналитиком с позывным «След взят», будут представлены прямые и косвенные доказательства участия подразделений 61-й отдельной бригады морской пехоты в войне на Донбассе. Большая часть прямых свидетельств приходится на фото и видеосъемку, которую в конце августа-начале сентября 2014 года вели российские морские пехотинцы в Луганске. В это время личные составы и боевая техника 61-й отдельной бригады морской пехоты размещались на территории бывшей войсковой части номер 3035 Национальной гвардии Украины по адресу Луганск, улица Щаденко, 17. Впоследствии фотографии и видеосъемку оттуда военнослужащие 61-й бригады активно размещали на своих страницах в социальных сетях. Наличие достаточного количества старых фото, которые загружали и украинские военные, служившие еще до начала боевых действий в войсковой части 3035, дало возможность получить изображение большинства объектов на ее территории, в том числе тех же зданий и сооружений, на фоне которых снимались и российские морпехи. В марте 2015 года сержант Игорь Бушуев из 61-й отдельной бригады морской пехоты в своем аккаунте в социальной сети разместил групповой снимок семерых людей в военной форме без войсковых знаков различия возле бронетранспортера БТР-80. Такой же снимок в ноябре 2014 года был на странице сослуживца Бушуева Григория Кислюка. Анализ индивидуальных особенностей сооружений на этой фотографии показал, что снимок сделан в Луганске на территории войсковой части номер 3035. Координаты места съемки Сравнение фото Игоря Бушуева со старым снимком со страницы украинского военного, служившего в Луганской войсковой части номер 3035. Место, где фотографировались российские морские пехотинцы, на скриншоте с видео российского федерального телеканала «Россия-24» от 4 июня 2014 года. В части номер 3035. Предложение ополченцев сложить оружие и не начиная стрельбы разойтись было отвергнуто. Вместо этого из-за стен заработали тяжелые пулеметы и даже ручные гранатометы. Предпринимались три попытки штурма. К утру выяснилось, стрельбу ведут только офицеры и контрактники. Несколько сотен срочников они просто заперли в казармах. Несколько часов продолжался этот бой. Горячее всего было здесь, в районе автоколонны. Милиция использовала автомобильные ямы в качестве окопов. И только после того, как закончились все патроны, они вывели из строя оружие и подожгли его. В ходе боев ополченцы уничтожили один БТР, второй захватили и вывезли. Валерий Халашевский много дней провел у ворот части, дожидаясь, когда выпустят внука. Вот они. Их и освобождают. Те же бандерлоги их не отпускают. Никакого приказа не дают, чтобы их освободить. Ну, я имею в виду, демобилизовали. Киевские власти, по его словам, не хотели выпускать парня. Освободить его смогла только армия Юго-Востока. С помощью социальных сетей удалось идентифицировать 6 из 7 морских пехотинцев на фотоснимке. Слева направо, сверху вниз на фотографии запечатлены морские пехотинцы 61-й отдельной бригады морской пехоты. Владимир Стач, Сергей Антонкин, Тофик Солталиев, Игорь Бушуев, Григорий Кислюк, Геннадий Федосов. Сержант Владимир Владимирович Стач зарегистрирован в социальной сети под именем Владимир Владимирович. Его старая удаленная страница была под именем Владимир Стач. На этом снимке Стач с сослуживцами, награжденными государственными наградами. Слева направо стоят сам Владимир с медалью Жукова, сержант Игорь Бушуев с медалью Жукова, сержант Сергей Стач с медалью Суворова. Фото сделано в поселке Спутник рядом с территорией войсковой части 61-й бригады морской пехоты. Следующий военнослужащий до удаления аккаунта был зарегистрирован в социальной сети под именем Сергей Антонкин. Сохранилась его фотография на фоне флага с символикой 61-й отдельной бригады морской пехоты. Третий российский военнослужащий с группового снимка в Луганске – сержант Султалиев Тофик Фатали-Аглы. На своей странице в графе «Место работы» он записал цифры, которые совпадают с номером войсковой части 61-й бригады – 38-643. Кроме этого, Султалиев загрузил фотографию предупреждения об отключении электроэнергии квартиры, в котором указаны его полное имя и фамилия, а также то, что он проживает в поселке Спутник Печенгского района. Фотоснимок четвертого опознанного российского морпеха, уже упоминавшегося сержанта Игоря Бушуева. Следующий военнослужащий – Кислюк Григорий Владимирович. Его старый аккаунт, который он впоследствии удалил, скриншоты оттуда сохранились на сайте «Миротворец», был под именем Григорий Седов. При этом есть фото, где Григорий в военной форме с шевроном морской пехоты и нашивкой «Кислюк Г.В». Его новая страница зарегистрирована уже под именем Григорий Владимирович. Сохранившийся скриншот фото Кислюка с удаленного аккаунта. Последний из идентифицированных морпехов – Геннадий Федосов. Под этим именем у него аккаунт в другой социальной сети, где загружено рассматриваемое групповое фото из Луганска. Также присутствует снимок Федосова в военном обмундировании возле плаца 61-й отдельной бригады морской пехоты. Геннадий Федосов в военной форме с шевроном морской пехоты. На территории бывшей войсковой части 3035 Национальной гвардии Украины российские морские пехотинцы отдыхали, пели песни под гитару, снимая происходящее на камеры. Два таких видео зимой 2014-2015 годов были выложены в интернет. Это видеосъемка «Вот так там» со страницы Александра Пустынникова. Второе видео обозначено как вид 201-201-02-06-17-16, загружено в пустом аккаунте под именем Ичкера Касумханова. Привязка этих видео к местности при помощи старых фотографий украинских военнослужащих, проходивших службу в Луганске в войсковой части номер 3035. Скриншот с 46-й секунды видео Пустынникова. Иллюстрация на спутниковой карте Google направления видеосъемки в этот момент в сравнении со снимком из войсковой части номер 3035. Скриншот с 6-й минуты 2-й секунды видео Касумханова. Иллюстрация на спутниковой карте Google направления видеосъемки в тот момент в сравнении со снимком из Луганской войсковой части. Координаты места, где снимались оба видео. На обоих видео отчетливо слышны звуки артиллерийской стрельбы, либо взрывов. Видео Пустынникова на 44-й секунде. Видеосъемка Касумханова, соответственно, на 2-й минуте 59-й секунде, 3-й минуте 36-й секунде, 4-й минуте 31-й секунде, 6-й минуте 51-й секунде и 7-й минуте 13-й секунде. Военнослужащие обращают на них внимание и комментируют. Несмотря на невысокое качество съемки, видео позволило идентифицировать 4-х российских военнослужащих 61-й бригады морской пехоты. Сержант Игорь Бушуев прикуривает сигарету на 4-й секунде видеосъемки Александра Пустынникова. Сержант Тофик Султалиев на кадре 29-й секунды видео со страницы Ичкера Касумханова. На 2-й минуте 12-й секунде видео хорошо виден морской пехотинец, зарегистрированный в социальной сети, как Рустам Сулейманов. Хотя Мурпех Рустам Сулейманов, в отличие от своих коллег в профиле, либо иным образом не сообщал, что служит в 61-й бригаде, однако на это косвенно указывает тот факт, что у него в друзьях числятся многие военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты. Далее фотоснимок Сулейманова в форме морского пехотинца. В объектив видеокамеры попал и Мурпех Иван Сергеевич Щербатенко. Скриншот с луганского видео Касумханова на 1-й минуте 9-й секунде. Иван Щербатенко, крайний справа, на снимке с сослуживцами. Кроме боевых действий в Украине, позже Щербатенко воевал и в Сирии, получив медаль участнику военной операции в Сирии. Продолжает список военнослужащих 61-й бригады морской пехоты, которые фотографировались в 2014 году на территории войсковой части в Луганске, Мурпех Чикамазов Владислав Сергеевич. На этом фото он с левой стороны. Снимок Чикамазова, который сделан в Луганске, обнаружил блогер-расследователь InformNapalma Ираклий Камахидзе на уже удаленной странице Чикамазова в социальной сети. Архив его нового аккаунта. Скриншот с данным фото сохранился также на сайте Миротворец. На снимке, загруженном в феврале 2015 года, Владислав Чикамазов, вероятно, вместе с сослуживцем в военной форме, без войсковых знаков различия и с оружием в руках, фотографируется на фоне медицинского пункта украинской войсковой части номер 3035. На видео Александра Пустынникова можно увидеть этот же медицинский пункт и два стула возле его входа. С того же места, но осуществляя съемку, стоя спиной к медицинскому пункту, сделал фотографию российский морской пехотинец Александр Александрович Соколов. Фотоснимок Соколова выполнен на фоне стены одного из зданий бывшей войсковой части номер 3035 Национальной гвардии Украины. Эта же стена на старом фото украинского военнослужащего, служившего в Луганске. Как общая структура, так и отдельные индивидуальные элементы стены с фотографией Александра Соколова совпадают с таковыми на фотоснимке с украинскими военнослужащими. На еще одной фотографии Соколов позируют возле другого здания войсковой части 3035 у строевого плаца. Это же оранжевое здание, перед ним стенд из нескольких металлических листов, слева от стенда дерево, растущее под наклоном, можно увидеть на видео боевиков ЛНР, народная милиция, воинская присяга. Сравнение фото Александра Соколова со скриншотами с данного видеосюжета. В июне 2016 года Александр Соколов выложил на своей странице в социальной сети фотографии и видеосъемку того, как в военном комиссариате Владимирской области его награждают государственной наградой – медалью Жукова. На церемонии упоминают секретный указ, согласно которому происходит награждение указом президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 года номер 570 СС за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга в условиях и так далее. Указом президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 года номер 570 СС за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга в условиях, наградить медалью Жукова Соколова Александра Александровича, матроса. Вопрос есть или нет в наших войск на Украине, говорю вам прямо и определенно, российских войск на Украине нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова